Эфир телеканала ПС продолжает программа в центре внимания в студии Ларисы Истомина, а моим собеседником выступит глава администрации Скогорского и Цегламенского округов Николай Валерьевич Боровиков. Темой нашего разговора станет благоустройство, уборка и озеленение территории. Мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 639 717. Звоните, задавайте ваши вопросы. А у меня первый вопрос. Ваш округ самый протяженный. Удается его за день объехать? Часто бываете на местах? На местах я провожу практически все свое время, стараюсь. Протяженность округа действительно большая, почти 50 километров. Просто если ехать из точки в точку, занимает дорога порядка двух часов. Поэтому, естественно, в каждой точке я каждый день не бываю. Но за утро, за первые полчаса, пока я еду на работу, я проезжаю фактически половину округа. То есть я уже вижу, что из себя представляет нынешний день. Поэтому и работа у меня так же и строится. В зависимости от того, что я увидел. А с чего начинается рабочий день главы администрации округа? Например, сегодняшний. Ну, сначала я обзвонил, проехал, естественно, вот эти полукруга, Цыгламенский округ и половину Иссогорского. И затем я общаюсь с оперативными службами. То есть я узнаю, что в округе произошло за прошедшую ночь. И в зависимости от этого уже начинаю принимать решения. То есть на что стоит первоначально обратить свое внимание. Искагорка и Цыгламень – это в основном деревянный жилфонд. Каковы должны быть реальные затраты на его содержание в части придомовых территорий? Сколько нужно дворников, а сколько реально содержит управляющая компания и оплачивают жители? Реально содержать дворников, ну, почти, если брать 86 домов благоустроенных пятиэтажных и почти 900 домов неблагоустроенных двухэтажных, то, естественно, дворников управляющая компания должна содержать колоссальные просто штаты. Но здесь есть нюанс. То есть дворники содержатся там, где жители оплачивают эту услугу. То есть если жители пятиэтажки оплачивают в тарифной составляющей своей, в статье о содержании текущий ремонт услуги дворника, то управляющая компания на эти деньги, которые получаются, она заказывает услуги дворника. То есть она нанимает дворника. Если в тарифной составляющей этого нет, то, естественно, управляющая компания там дворников не содержит. И она, управляющая компания, вынуждена заниматься содержанием придомовых, в том числе территорий, уже другими способами. То есть, например, создавать бригаду из благоустройщиков, которые ходят и прибирают территории придомовые. То есть все зависит, ну, фактически от самих жителей. Если услугу заказали, управляющая компания ее будет производить. Если она заказанную услугу не производит, то необходимо делать перерасчет за неоказанную услугу. То есть ей деньги просто будут жителям возвращаться. Проблема неблагоустроенного жилфонда. Кошение травы, тихущее содержание территорий. Сколько нужно средств и сколько реально платят жители деревянных домов? Тут вопрос этот очень серьезный. Потому что, если реально смотреть на вещи, то при тарифе в 10 рублей, который был до недавнего времени, там входило от рубля до трех, это вывоз мусора, содержание, ремонт печей. Либо содержание там какие-то незначительные средства на обслуживание водопроводных сетей, где они есть. Либо тепловых сетей, где они есть. Также в любом случае сюда входят и услуги по управлению самой управляющей компанией. Потому что ей надо содержать штат тех же бухгалтеров, руководителей. И, естественно, здесь входят услуги того же информационно-расчетного центра, который производит начисления, производит паспортное обслуживание домов. И получается, что реально на статье о содержании текущий ремонт, наверное, даже меньше 7 рублей с квадратного метра получалось. И именно те деньги, на которые может работать управляющая компания. А так как управляющая компания из этих денег вынуждена была еще оплачивать общедомовое потребление электроэнергии, то фактически денег там оставалось буквально крохи. Поэтому жители, когда рассматривается тариф, тарифная составляющая, то есть жители должны сами определиться, какую услугу они заказать. Потому что, ну, если взять тариф, как было в достаточно большом количестве домов, рубль с небольшим с квадратного метра за вывоз твердых бытовых отходов, то, сами понимаете, это с квартиры 50 квадратных метров, это 50 рублей в месяц, и в год получается 600 рублей. На 600 рублей не вывезти даже одного куба. Потому что размещение на полигоне для утилизации этих отходов стоит порядка 200 с небольшим рублей. А надо погрузочную технику. А если в этой квартире живет трое человек, то при нынешних нормативах это почти 4,5 куба необходимо вывезти только. И получается, что жители фактически за вывоз твердых бытовых отходов платят порядка 6-8 раз меньше, чем необходимо. Для того, чтобы в нормальном состоянии содержать и придомовую территорию, и вывозить и влияние твердые бытовые отходы. Вот с этим это очень большая проблема, на самом деле. А вот границы сфер ответственности за уборку территории. Кто отвечает за уборку дворов, кто за тротуары и места общего пользования? В соответствии с правилами благоустройства озеленения города Архангельска, придомовая территория, если не произведено межевание земельного участка у жилого дома, составляет 15 метров от стены здания. Это придомовая территория, которую обязана фактически содержать управляющая компания. Если земельный участок отмежован, то управляющая компания будет содержать это в границах отмежованного участка. Больше он будет, меньше, но это зависит от того, как отмежован и насколько была необходимость этого отмежованного. Территорией общего пользования содержанием занимается администрация округа. То есть, опять же, где нет иных собственников, то есть, где именно являются территориями общего пользования. И поэтому тротуары пешеходные на территориях общего пользования занимаются содержанием их муниципалитет. Ну, в данном случае, может быть, и департамент городского хозяйства содержать, если это сопутствующие тротуары, либо администрация округа. То есть, мы их производим ремонт, уборка, ручная подборка мусора вдоль тротуаров, покос травы и так далее. Николай Валерьевич, а на Ваш взгляд, какая должна быть ответственность для тех, кто мусорит, плохо убирает закрепленную территорию, каков должен быть механизм наказания? По механизму наказания тут, конечно, это палка о двух концах в любом случае. Потому что нельзя перегибать в этом деле. Потому что, с одной стороны, управляющая компания содержит территорию на те деньги, которые заказали жители. И если жители не заказали услугу и не оплачивают ее, управляющая компания как может это содержать? С другой стороны, управляющая компания, взяв управление домом, она обязана предоставлять эту услугу. И тут надо подходить просто рационально. Опять же, очень много, колоссальное количество случаев, например, на территории наших округов, когда на контейнерные площадки приезжают целые машины и пытаются разгрузиться. То есть, последующий вывоз опять же будет оплачивать управляющая компания. То есть, жители не нашего округа, но они привезли мусор, и там бывает иногда по несколько кубов. И управляющая компания потом вынуждена это оплачивать уже за счет жителей. Несанкционированные свалки, они появляются точно так же. Приехала машина, просто выкинула мусор. Вот за такое, я думаю, что необходимо именно максимально жестко наказывать. То есть, это опять же идет, наверное, от культуры нашего воспитания. И если с детства детей приучать, что нельзя бросать, то в последующем они, наверное, не будут такого сбрасывать. И, наверное, той же машине проще заплатить 200 рублей на свалку и привезти этот мусор на свалку, разместить там, чем сбрасывать его где-то даже иногда в центре жилых микрорайонов. И управляющая компания, во-первых, наказание именно управляющей компании, это не всегда является панацеей. Потому что если наказывать общество с ограниченной ответственностью, юридическое лицо, да, можно ему дать штраф 100 тысяч рублей. Но где управляющая компания эти деньги возьмет? Либо из своих доходов, а это значит, что это оплачивают жители. Штраф наложить на директора управляющей компании, да, это иногда помогает. Но если руководитель управляющей компании, он работает, то есть он, по крайней мере, представляет, где, когда, что будет, как вывезено, и принимает к этому все необходимые меры, тем более, если услуга жителями оплачивается в недостаточном объеме, если резон его наказывать, тоже. Поэтому я считаю, что необходимо именно наказывать за несанкционированный сброс твердых бытовых отходов. Ну и, естественно, парадоксальные вещи, да, когда машина остановилась, вытряхнула тут же пепельницу. Это то же самое, да. То же самое. Но зачастую они диригируют не совсем адекватно на то, что им пытаются делать замечания и так далее. Поэтому это, да, надо наказывать. Ну, все понятно. А как осуществляется взаимодействие с управляющей компанией? Основные вопросы горожан. Рычаги воздействия на управляющую компанию. И почему сложно наказать их за плохую уборку? Рычаги воздействия на управляющую компанию, но они описаны все законодательно. Да, это нарушение правил содержания жилого фонда, нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. То есть рычаги эти, они все-таки есть, да, какие-то. Другое дело, что насколько вот, я вот говорю, то есть наказывать, наказывать надо все равно всегда разумно, да. И ответственность управляющей компании. Естественно, когда управляющая компания просто принципиально не делает ничего. Наказание, опять же, должно быть максимально жестко. Жители, например, могут сами обращаться как в органы УВД, те могут составлять акты осмотра территорий и рассматриваться это будет в дальнейшем на административных комиссиях. Могут обращаться, например, в городскую жилищную инспекцию, в муниципальную жилищную инспекцию. И инспекция будет выносить предписания и при неисполнении их наказывать. Собственники жилых помещений могут обращаться в областную жилищную инспекцию. Тоже могут, будет вынесено предписание и будет проконтролировано его исполнение. В администрацию округа жители могут обращаться. И администрация округа будет также выдавать предписание и при необходимости будет наказывать. То есть управляющая компания. То есть рычаги, как в России. Рычаги, они есть, да. Только вот все-таки здесь подходить надо всегда разумно. Потому что в любом случае эти штрафы не будут оплачиваться жителями. Поэтому здесь нужно, главное, не перегнуть полку. Я считаю так. Лучше договориться. Да. И управляющая компания, я думаю, что самой, ну, выгоднее устранить замечания в срок, чем как-то потом искать, выкручиваться и платить штрафы эти. Ну, конечно. Благоустройство и озеленение. Тротуары, парки, скверы, зоны отдыха, детские площадки. Какие планы на 2014 год по содержанию и ремонту? На содержание наших детских площадок у нас в округе за последние 4 года, 5, мы поставили 16 детских площадок. Они будут все отремонтированы. То есть идет дефектовка. Содержание мы производим. Ручной подбор мусора и тому подобное. Значит, именно по результатам дефектовки мы произведем весь текущий необходимый ремонт. То есть детские площадки будут приведены в порядок. Завезен, при необходимости будет завезен песок, детали каких-то этих детских площадок будут отремонтированы. То есть в летний период именно. И все-таки проблема несанкционированных свалок. Как ее решаете? У администрации округов заключен муниципальный контракт на вывоз твердых бытовых отходов. И мы вывозим в первую очередь как раз вот такие несанкционированные свалки. Мы вывозим мешки, собираем, когда жители округа убрали мусор во время субботников. Либо так выходят жители. Мы убираем вот этот мусор. И, естественно, ликвидация несанкционированных свалок постоянно идет. Но все равно мы сначала пытаемся найти лиц, установить, которые вот это сделали. Чтобы в первую очередь их заставить за собой убрать. Двухмесячник по благоустройству. Какие предварительные результаты и как прошел субботник в минувшие выходные? Предварительные результаты пока, ну, может быть, и несколько рано говорить. Но, в принципе, мы идем примерно так же, как в прошлом году. Вывезено у нас на этот год 157 тонн мусора. Значит, ну, это получается больше, ну, порядка там 1100 кубов. В общем, в итоге в этом году, что более видно, это то, что жители более активно начинают выходить, перебираться около своих домов. Много, да, вышло? Ну, больше по сравнению с прошлым годом, да. Цифра там порядка в два раза выше. То есть жители начинают активнее. То есть потому что управляющая компания, ну, я говорю, она не панацея. То есть иногда, да, вот под каким-то определенным балконом можно, ну, извините, да, там тысячу этих окурков найти. Ну, вот это, именно это должна быть социальная ответственность самих жителей. Надо о себе заботиться. Да, 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 да. О своем благополучии все-таки надо о самим. Понятно. У вас в Турдеево планируется создать ТОС. Как вы считаете, поможет ли это решать вопросы благоустройства, увлекая в эту работу инициативных граждан? Я считаю, что территориальное общественное самоуправление именно вот в таких удаленных районах, оно и будет как раз решать именно проблемы те, которые, ну, может быть, ближе, да. С самим жителям, они им изнутри иногда виднее. Хотя мы работаем также именно по обращениям граждан, да, но именно тут, может быть, не столько им и виднее, ну, не то чтобы виднее, а именно вовлекая, да, вот, набирая вот эту социальную ответственность, когда жители сами работы, делая что-то, производя, они... Если у них есть какой-то результат, они потом начинают все-таки бережнее относиться, во-первых, к тому, что получилось, и, во-вторых, ну, старое забытое наше советское время, да, хотя там было очень много положительного. Вот эта вот коллективизация, она все равно очень важна, она сплоченная с жителей, когда они за свой микрорайон будут стоять, ну, извините, горой, да, и защищать именно его интересы, это будет большой, большой плюс именно для самих жителей. И это естественно? Да, это естественно. Вот это вот должно быть, да, естественно, потому что все зависит от нас, в конце концов, как мы живем, это все зависит от нас, в первую очередь. Даже, может быть, не столько от управляющей компании, а в первую очередь именно от ответственности жителей. Микай Валерьевич, спасибо за беседу. Спасибо. Напомню, в студии программы «В центре внимания» был глава администрации Скогорского и Цегламенского округов Николай Валерьевич Боровиков. Всем хорошего вечера, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова